Здравствуйте, уважаемые магистранты государственного регулирования экономики зарубежных стран. Тема «Особенности государственного регулирования экономики Японии». Рассмотрим рассмотрение природно-ресурсного потенциала Японии. Япония расположена в Восточной Азии на островах Тихо-Океана. Общая площадь ее составляет 377,8 тысяч квадратных миллионов квадратных километров. В состав Японии входят 4 крупных острова – Хан-Сю, Каида, Кюсю, Си-Коку и 6,8 тысяч малых островов. Более 70% территории занимают горы. Соседние страны России – Китай, Тайвань, Корея. В Японии много озер, реки – источник гидроэнергии, орошение полей. Страна богата минеральными и термальными источниками. Две трети территории страны заняты лесами и кустарниками. Только 27% лесов дают промышленную древесину. Достаточные запасы только серы, известняка, очень мало угля, марганца, свинцово-цинковых, медных лиц, золота, серебра, артутий, хранитов. В стране значительные рекреационные ресурсы. Япония занимает по площади 61 место, по населению 10 место, по росту численности в год – 180 место, по ВВП на душу населения – 25 место. Рост ВВП составляет 1,5%, рост эфляции – 1,2%. Индекс человеческого развития принадлежит здесь 10 место. Форм управления – конституционная монархия. У столицы Японии Токио, площадь населения, плотность населения какова, высокая плотность населения – 6108 человек на один квадратный. Этнический состав полностью состоит из японцев 99,4 и лишь на целых 5 десятых корейцев и другие национальности. Валюта японская иена. Доля Японии в мировой экономике по основным макроэкономическим показателям. Она является страной с развитой рыночной экономикой. Значительная роль государства в экономике – 35-40% ВВП. Высокая международная конкурентноспособность – 9 место в рейтинге Международного экономического форума. Конкурентные преимущества. Первое место – это высокоразвитый частный сектор экономики. Высокая инновационная активность – 4 место. Большой размер внутреннего рынка – 4 место. Развитая система здравоохранения и начального образования – 9 место. Слабые места. Макроэкономическая среда – на 113 месте. Развитие финансового рынка – 32 место. Эффективность государственных расходов – 79 место. Влияние государственного регулирования – 73 место. Общественное доверие к политикам – 55 место. Темп экономического развития – со второй половины 20-го столетия. По рекомендации Джорджа в 1950 году в Евгении была проведена бюджетная реформа, которая означала переход к строгой сбалансированности статей и бездефицитности госбюджета. В 1952 году эквивалентный фонд был преобразован в специальный счет для промышленных инвестиций, а его средства объединены с капиталами нескольких японских банков. В 1952 году были сняты почти все ограничения деятельности крупных корпораций. Вновь экономические лидеры вышли финансово-промышленные группы «Митсубиси», «Сумитома», «Митсуи», «Худзи» и другие. В том же году Япония вступила в Международный валютный фонд. В сентябре 1951 года Соединенные Штаты подписали мирный договор с Японией. Официально окончилась американская оккупация в Японии. Подписан Пакт о безопасности. Заметно сокращались объемы препараций в пользу США. В начале 60-х годов приоритетами стали автомобильная промышленность и нефтехимический комплекс. Японское чудо. Экономическое чудо. Первое. Был предпринят тотальный контроль над экспортно-импортными процессами. Запрещался ввоз зарубежной готовой продукции. Однако поощрялся и импорт современных технологий западного производства, что в конечном итоге было нацелено на развитие технологической отрасли Японии. На государственном уровне поддерживались производители новых продуктов. А торговцы-перекупщики находились в менее завидном положении. Давление в их сторону делало данный вид деятельности невыгодным. В результате росло число первичных производителей. Таким образом быстрее увеличивалось национальное богатство. В сфере банковских и финансовых услуг пресекались деятельности публицированного характера, так как она способствовала лишь обогащению узкого круга лиц и не содействовала экономическому прогрессу. В банковской сфере только предприятия-производители получали самые благоприятные условия для получения капитала. Процентная остатка для них являлась самой низкой. Четвертое введена система пожизненного найма, которая поддерживала конкуренцию не за рабочие места в разных, а содействовала конкуренцию между работниками одной фирмы, в результате чего мощь компании росла ввиду высокой эффективности рабочего персонала. Причины экономического чуда. Особый характер, особые условия основного капитала, особую форму эксплуатации труда, высокий удельный вес расходов на развитие сельского хозяйства был связан с низкими военными расходами, высокие темпы роста японской промышленности были связаны с особенностями государственного регулирования экономики. Следует отмыслить особенности японского и национального характера, повлиявшие на экономическое развитие страны. Таким образом, в течение всего одного поколения экономика страны перерастала больше, чем такие экономические гиганты на тот момент, как США, Франция, Канада, ФРГ и Италия. Отсюда возникло понятие «японское экономическое чудо», характеризующее головокружительный взлет страны с заурядными территориальными человеческими ресурсами. Однако в 90-х годах данное явление сменилось недугом, известным как потерянное десятилетие, смечившегося после коллапса финансовой отрасли страны. Факторы снижения темпов роста японской экономики в 90-х годах. В 1985 году администрация США предприняла меры для укрепления позиций своих экспортеров на внешних рынках посредством контролируемого снижения курса дома. Резко повысились и держки производства, упала прибыльность, обострились трудности со сбытом. Японский экспорт стального проката в США за 1976-1987 годы упал почти с 6 миллионов тонн до 1 миллиона тонн в год. Экономический кризис 1993 года. Высокие цены на недвижимость, особенно на землю, которые сдерживают частное управление. И следующее – это система государственного и корпоративного управления. Особенно социально-экономической модели Японии на современном этапе. Основные принципы японской модели социально-экономического развития. Следующее – жесткое государственное регулирование экономики, то есть мобилизация всех ресурсов для решения первой технической задачи. Ярко выраженная экспортная ориентация экономики для создания мощного фонда накоплений и инвестиций. В новых индустриальных странах очень высока экспортная ориентация национальных хозяйств. Широкое привлечение иностранного капитала, в первую очередь для развития научно-технического прогресса. По мере развития многие страны сами становятся экспортерами капитала. По телефону Южной Кореи и Тайвань. Создание крупных национальных монополий, имеющих возможности для постоянного улучшения качества продукции и конкурентная борьба на внешних рынках. Модель экономического развития Юпонии на этом слайде представлена. Итак, начнем с чего? Первое – это поощрение мелкого и среднего бизнеса. Следующее – покупка патентов, лицензий и эффективное использование. Далее – развитие производства с экспортной ориентацией, постоянный учет запросов рынка. Особое внимание уделялось образованию, готовке кадров. Сочетание новейших технологий с относительно дешевой и местной рабочей силой. Специфика государственного регулирования экономики Юпонии. В стране широко используется система общегосударственного, регионального, целевого, отраслевого и внутрифирменного планирования. Разрабатывает целую систему планов, прогнозов, программ индикативного характера. Государство является монопольным покупателем многих видов сельскохозяйственной продукции по ценам выше мировой. Важное место в системе регулирования занимают процентные ставки и валютный контроль с разделением внутреннего и мирового рынка. Япония также занимает первое место по размерам золотовалютных резервов. На ее долю приходится 40% мировых банковских активов. Шесть японских банков, то есть первые десятки крупнейших банков мира. Объем ее прямых зарубежных инвестиций превышает 311 миллиардов долларов в 2015 году, составляющие 11,7% мировых инвестиций. Япония занимает четвертое место в мире по объему энергопотребления, при этом практически не обладает собственными энергоресурсами. Уровень потребления газа в стране составляет около 80 миллиардов кубометров в год. Япония импортирует 100% потребляемого газа в виде сжиженного природного газа, занимая первое место в мире по его импорту. Особенности участия Японии в международной миграции капитала. Экономика ориентируется вовне. Она работает на экспорт товаров и капитала, причем в последние годы доходы от экспорта капитала стали превалировать над доходами от экспорта товаров. По объему прямых инвестиций за рубежом Япония стабильно занимает пятое место в мире после США, Англии, Франции, Германии. Сога-сёся – уникальное японское экономическое явление. Это универсальные торговые компании, охватывающие все в отрасли экономики. Они занимаются автовой торговлей и продвижением товаров как в Японии, так и за рубежом. Помимо этого, Сога-сёся занимается разработкой продукции, как правило, совместно с производителями и инвестициями в производство. Крупнейшими Сога-сёся являются Митсубиси Корпорейшн, Митсуи, Ско, Питошу, Суматима Корпорейшн, Моруэнни, Тойота, Шашо и Соджитс. Японские инвестиции направляются на свияние и поглощение журобежных компаний, повышение капитализации финансовых институтов, защиту интересов страны, добыча природных ресурсов, особенно полезных ископаемых, которыми сама Япония очень видна. Японские инвестиции за границу во много раз больше, чем иностранные инвестиции в Японию. Последние десятилетия экономика Японии была второй в мире. Послеамериканской по своим основным макроэкономическим параметрам, объемом ВВП, в том числе, на душу населения, внешней торговли, показателем экспорта и импорта, величине головы капиталовложения, показателем роста производительности труда. Выдающихся успехов страна добилась в ходе послевоенного развития, когда на протяжении почти четверти века она развивалась высокими темпами. Тенденции и проблемы развития экономики. Отличия в структуре частного предприятия, предпринимательства. Особенность экономического строя – это вертикальная интеграция фирм и их группирование, которое пронизывает значительную часть системы деловых отношений в стране. Различают две типы. Образование экономических группировок. Первый – корпоративные группы «Киги-Судан». Центр корпоративной группы составляет основной банк, иногда вместе с торговой компанией. Далее связи строятся по вертикали. На втором уровне находится группа «Кири-Цу», которая представляет собой объединение крупных компаний с мелкими и средними, базирующиеся на различных видах связей, главным из которых выступает производственные, определяемые головными фирмами. Проблемы японской экономики. Бюджетный дефицит Японии, покрываемый за счет увеличения государственного долга. Неустойчивый фондовый рынок Японии. Обменный курс и иены не позволяет Японии в фондовом мире использовать улучшение экономической ситуации в Азии. Япония теряет лидерство в области информационных технологий. Население страны быстро стареет, ощущается нехватка мобильной рабочей силы. На этом слайде представлены данные Всемирного банка. Каково положение в условиях ковида Японии. Как видим, здесь страна с развитой рыночной экономикой, Япония, у нее средний прирост, средний прирост в семнадцатом году, в восемнадцатом, девятнадцатом году ниже, ниже, чем среднемировые, ниже, чем в Америке, зоны евро. А в 2020 намечается снижение прироста. В 2021 году прогнозируется прирост. Благодарю за внимание.